Здорово, ребятки! Сегодня я вам расскажу, как наносить огромное количество урона, играя ретри паладином и используя механику спеллбатчинга на официальной классике. Также объясню, как обузить печать, разгоняя мили атаки и увеличивая шанс прока силов команд. Если вы играете на паладине, то сегодня узнаете много нового. Поехали! Для начала давайте поймем, что такое спеллбатчинг. Эта механика стала доступна только в WoW Classic 2019 года, а в 2004-м такого не было. Механика позволяет применить способности вам и вашему противнику одновременно. Честно сказать, мне эта механика очень не нравится на разбойнике, потому что бывает подбегаешь к цели, хочешь кикнуть ей каст, вроде как успеваешь это сделать, перезарядка кика каста пошла, но и ты побежал в страхе, допустим. А вот что касается паладина, то ему это только на руку. Сейчас объясню, какими печатями мы обузим урон и что они нам дают. Первая силов команд из ретри талантов дает нам шанс нанести дополнительную атаку по противнику светлой магией. Вторая силов крусейдер увеличивает нашу силу атаки на определенное количество и скорость атаки на 40%. А теперь главная мысль всего видео. А буз пылбатчинга на паладине состоит в том, чтобы используя максимально медленное и мощное оружие, разгонять его печатью силов крусейдер и, сохраняя эффект увеличенной скорости атаки, вызывать двойной прок силов команды. Ладно, ладно, сейчас проговорим ротацию способностей в замедленном режиме. До начала атаки жмем печать силов крусейдер, чтобы скинуть приговор, который увеличит урон от светлой магии по цели. После этого включаем ее еще раз и наносим одну атаку. Как только таймер автоатаки доходит до конца и начинается анимация замаха оружием, меняем печать на силов команды. Получаем мгновенный прок силов крусейдер в начале, увеличенную на 40% скорость атаки и прок силов крусейдер в конце. Далее ротация будет заключаться лишь в смене печати на замахе. Эту комбинацию повторяем весь бой и разбавлять ее можно, скидывая на цель стан и приговор от силов команды. Вы должны понимать, что силов команд имеет лишь шанс на срабатывание и, применяя этот абуз, вы увеличиваете этот шанс в разы. Чтобы потренироваться ловить тайминги атаки, я рекомендую заменять силов команд на силов райтнес, так как урон от этой печати срабатывает всегда. И вам не придется гадать, успели ли вы сменить печать на замахе или нет. Вообще рекомендую эту печать, если у вас слабое, устаревшее и медленное оружие, так как урон от этой печати зависит лишь от скорости оружия, а не его урона. Из-за частой смены печати, ваша мана будет кончаться быстрее. Поэтому я рекомендую взять таланты на уменьшение затрат маны и использовать благословление мудрости. В дальнейшем, в пвп, можно использовать благословление королей. Также, чтобы экономить ману, можно использовать силов крусейдер первого уровня. Вы потеряете немного в силе атаки, но увеличение скорости атаки на 40% останется. Если вы немного освоились в пве, то переходите к пвп. В пвп обузить сложнее, так как цель обычно не стоит всегда около вас, а также использует способности контроля. Плюс ко всему и вам нужно двигаться, привыкая к тому, что паладин перестал быть однокномочным классом, каким он был до этого. Нормально. Не стоит забывать, что прок от силов команд является атакой ближнего боя, хоть и наносит урон от светлой магии. Это значит, что от такой атаки можно уклониться, парировать, да и вовсе промахнуться ею. Поэтому я настоятельно рекомендую собирать 5% кап хита для пвп и 7% кап для пве на 60 уровне. Это были минусы, теперь плюсы. Атака пробивает броню и игнорирует резисты, а значит хорошо входит по толстошкурам медведям, шаманам и варам с щитами. Также атака может иметь критический эффект, и когда это случается, вы начинаете выжигать священным пламенем все, что видите. Во слава бога императора, конечно же. На этом пока все. Не забудь подписаться на мой твич канал, на котором проходят регулярные стримы и нажать на лайк. Всех обнял, всем пока. Все ссылки в закрепленном комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok